Как мы рассказывали о нашей программе, 25 октября в Узбекистане стартовал осенний сезон посадки деревьев и кустарников в рамках общенационального проекта «Яшил Макон. Зелёный край». Инициативу главы государства поддержали во всех уголках страны. В эти дни в посадке деревьев участвуют все сознательные граждане. Под девизом «Новый Узбекистан. Жизнь в зелёном краю» труженики всех подразделений Алмалыкского горно-металлургического комбината продолжают высаживать саженцы, создавая так называемый «зелёный пояс» вокруг промышленных объектов, а также сады и рощи декоративных и плодовых деревьев. 11 ноября в рамках общенационального проекта в акции по посадке деревьев под лозунгом «Давайте объединимся в зелёном пространстве» приняли участие представители АО «Алмалыкский ГМК», активисты фракции Экопартии Законодательной палаты Оли Мажлиса, Ташкентского городского совета экологической партии Узбекистана, депутаты Алмалыкского городского кенгаша, члены Экопартии. В том числе председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» сенатор Абдулла Хурсанов, депутат Законодательной палаты Республики Узбекистана Сержон Аминов, председатель Ташкентского городского совета экологической партии Узбекистана Севара Файзиева и другие. Участники акции высадили саженцы деревьев на территории общеобразовательной школы номер 19, а также более тысячи саженцев декоративных и плодовых деревьев в этот день посажены на 20 гектарах земли, принадлежащей Управлению по производству потребительских товаров. В завершении акции председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» сенатор Абдулла Хурсанов выразил благодарность представителям Экопартии и Законодательной палаты за помощь в организации работ по созданию «Зеленого пояса». Добавим, что по окончанию посадочных работ участников акции ознакомили с той созидательной деятельностью, которую ведет трудовой коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината по программам социально-экономического развития города. Так, гости побывали у нового жилого массива с высотными зданиями, возведенными с целью поэтапного решения вопроса жильем, а также у подземного пешеходного перехода, который строители АГМК возвели в целях улучшения дорожно-транспортной системы. Таким образом, труженьки Алмалыкского горно-металлургического комбината во главе с руководством предприятия, при поддержке народных избранников депутатов Олей Мажлиса Республики, активно участвуют в строительстве будущего, нового Узбекистана. Продолжение следует...